Был в состоянии аффекта и оборонял свою жизнь. Такую версию убийства двух сослуживцев представил в суде 40-летний полицейский Вадим Качкарев. В июне прошлого года в этой дежурной части Варкутинского ОМВД отмечал выход в отпуск своего коллеги. Корпоративные посиделки перетекли в жестокий триллер. Репортаж Антона Квочкина. В гараже сидели, распивали. Ну и все. Рака произошла. Вечером 20 июня прошлого года в подсобном помещении гаража в Оркутинской полиции собралась теплая компания. Отмечали выход в отпуск Завгара. В подсобном помещении во время посиделок на троих между водителем Вадимом Качкаревым и слесарем возникла ссора. Вольнонаемный работник стал критиковать работу коллег в форме. А затем в ответ на замечание полез драться. И Андрюха нанес удар. Под губу. Чем? Чем? Букой. Букой, мне кажется, он правый бил. Он говорит, таких как ты надо мочить вообще. Берет табуретку и замахивает тебя. Я хожу вот так вот и по руке мне удар прилетел. По утверждению Качкарева, в этой ссоре Завгар встал на сторону слесаря. Когда водитель пообещал пожаловаться руководству и вскрыть некоторые нелицеприятные факты работы начальника гаража, в его адрес посыпались угрозы. Во время потасовки Качкарев упал на пол. Его стали избивать. Утверждает, что опасался, что его убьют и поэтому выхватил лопату из рук обидчиков. Какой кошмар натворил с ней потом, не помнит. Эксперты насчитали на телах убитых мужчин больше 20 рубленых ран. Следствием и судом установлено, что в июне 2020 года в помещении гаража автохозяйства городского отдела полиции фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений совершил убийство двух своих коллег. Вскоре после убийства Качкарев на служебной газели, протаранив двери гаража, поехал домой. По его утверждению, он хотел забрать охотничью винтовку, уехать в тундру и покончить с собой. Возле подъезда его обнаружил экипаж ДПС, прибывший его задерживать. Мужчина в них прицелился, причем, как говорит, специально из незаряженной винтовки. Направляем, конечно, оружие на данный судник в полиции юниции, следовал цель причинить вредка, отбежавая заключившихся в убийство, хотел быть уничтоженным ответом оборудованием. Сразу после задержания Качкарев пытался убедить следствие, что после первоначальной драки он ушел умываться, а слесарь в это время убил лопатой начальника гаража, а затем набросился и на него. Вот и пришлось защищаться. Но позже эта версия была полностью разбита. Такая версия вначале фигурировала, но потом были проведены, проведен ряд экспертиз, в том числе генетических, тех, согласно которым у подсудимого на одежде была кровь как у первого потерпевшего, так и у второго. А у самих потерпевших была только их кровь. То есть у слесаря своя кровь, у начальника гаража своя. То есть это полностью исключало версию, что он пришел и этот уже был убит. На теле задержанного действительно были ссадины и синяки от ударов, но характерных рубленных ран от лопаты не было. Верховный суд Коми не поверил версию о самообороне, хотя признал противоправное поведение потерпевших смягчающим обстоятельством. Приговор 14 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год Вадим Качкарев имеет право обжаловать. Решение по вопросу о многомиллионных исках родственников погибших будет решаться в гражданском судопроизводстве.